И оценивает корову. Что говорит ему? Твоя корова сегодня строит 30 монет. Я беру ее в аренду, и каждый месяц я буду тебе платить одну монету. Теперь. А если она умрет, я тебе заплачу 30 монет. Имеет право или нет? Как так? Сказали, что ты имеешь право, потому что здесь он ничего не теряет. Все равно, что это цон барзель. Мутар. Почему мутар, говорит Брайта? Потому что он не сделал из нее долг, когда она была живая. То есть получается так, что если корова сейчас стоит 30 долларов, я плачу по доллару каждый месяц. Потом корова потеряла в цене, это стало 20 долларов, когда через год мой лист закончился. Я должен ему заплатить или нет? Я ему ничего не думаю. И так говорит, что если она умрет, я заплачу ему 30. Здесь она не умерла. А если она потеряла в цене, я за это не отвечаю. И говорит, что это умрёт. И говорит, что папа говорит. Ильхета, цифина, агар, упады. И то же самое говорит, что папа знаком с пароходом, что можно брать деньги и за аренду, и за ущерб, который в этом пароходе появится. Радо решаем продолжить на следующем месте. Баруфа дома и до ула. Аминь, аминь.